В 2015 году вышел фильм «Сикарио», в нашем прокате его назвали «Убийца». Картина была снята Дэнни Вильнёвым по сценарию Тима Шеридана и имела оглушительный успех у критиков и любителей криминальных триллеров. Через три года выходит продолжение «Убийцы», и мы предлагаем ознакомиться с мнением критиков о нём. Борис Иванов, фильм РУ, оценка 5 из 10. Боевиком картину не назвать, хотя в ней расстреливает немало народу. В полной мере лента справляется лишь с созданием безысходной атмосферы повсеместной жестокости, но это лишь копирование того, что мы видели в первом фильме, причём там атмосфера была гуще. Ибрагим Альсабахи, Канобу, оценка 6 из 10. «Убийца 2» — это средний боевик с банальным сюжетом и невыдающимися перестрелками, которые по окончанию не оставляют после себя чувства завершённости, а на фоне оригинального фильма так и вовсе выглядит абсолютно ненужным. Ленар Гимашев, «Plugged In», оценка 7 из 10. «Убийца 2» имеет некоторые проблемы с логикой, неровные повествования и нарушения целостности персонажей. Однако за историей интересно следить. Сюжет обрезал некоторые грани, стал проще по сравнению с предшественником, но от этого картина прибавила в динамике. Анна Янтякова в «Вокруг ТВ», оценка хорошо. «Убийца 2» представляет собой отличный пример криминального триллера. Это крепко сделанная и почти медитативная картина с блестящим актёрским составом, совершенно изумительным визуалом и щемящим сердце музыкальным сопровождением. Иван Афанасьев, кинопортал «Киноговно», оценка хорошо. Это всё та же мрачная атмосфера пустыни, в которой под песком покоятся людские скелеты. Всё те же грязные игры спецслужб, для которых нет неуместных способов достижения своей цели. Всё те же тяжеловесные перестрелки, всё тот же жестокий и беспринципный Мэтт Грейвер, и всё тот же загадочный и хладнокровный Алехандр Гиллик. К продолжению и критике отнеслись более прохладно. Почти все отмечают, что вторая часть не дотягивает к первой. Но идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok